МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витая служба информации телерадио компании Гомель у студии Натальи Гнаценко. Глядите ухо этим выпуску. Новогодняя подарунки. Конец года у Гомельской области вызначился открытием широкого объекта социальной накерованости. Конкурсы, концерты и горячая Харбата. Как Гомель будет святковать новогоднюю ночь. Добрая чаровница. Юные гомельские фигурысты подарили гомельчанам лядовый спектакль. А зараза в этом иншим больше подробно. Ось и завершается пошний день 2018 года. Это не только час ждания новогодних и колядных святов. Это период, когда можно и нужно подводить выники. У каждой сферы они свои. Например, экономичное житие региона было наполнено шматрикими подеями. Так, Гомель признан лепшимся рода областных центров для развития предпринимательства. И не здарма. Все ли это количество субъектов малого и среднего бизнеса повеличилось. Но за такими личбами заусюди люди. Кожный пройшел властный шлях до открытия своей справы. Наш корреспондент Марина Джалая поготорилась с деловыми людьми, для которых старт бизнесу пришелся на этот год. Сустрелась с экспертами, которые рассказывали, чем запомниться в экономичном житии в области 2018-м. У Владислава Одиенко, член громадского объединения садяничением развития приватного предпринимательства «Одинство», у серьезный бизнес пришел в этом году. У серьезный, потому что и до этого уже три года занимался предпринимательской деятельностью. А вот засновать кампанию удалось только в 2018-м. Зараз разом с 10-ю подначальными занимается дистрибьюцией чайно-кавовой продукции. Великая конкуренция у Владислава неполоха. Ей стимул быть в тонусе. 2018-й год выдался очень хороший в плане моего бизнеса. У меня много чего получилось, что было запланировано. Мы расширили штат с трех человек до десяти. Очень много, в принципе, чего произошло. И очень большие планы, безусловно, строим на 2019-й год. Вот вы такой целеустремленный, амбициозный молодой человек. И я думаю, что, видя вас, кто-то решится стать предпринимателем. Вот что бы вы посоветовали тем, кто в раздумьях, кто сомневается, кто боится и переживает? Ну, во-первых, как говорится, не ударил, не забил. То есть если ты будешь сюда сидеть дома, ничего не делай, то у тебя, в принципе, ничего не будет. Всегда очень легко сидеть и рассуждать. Никогда не совершишь никакой ошибки. Ты будешь считать, что ты самый умный. Но только когда начинаешь действовать, сразу начинаются какие-то ошибки, пробы. Так называемый, получаешь опыт. И только потом, уже после воплощения опыта, получается только хоть что-то. Потому что, действительно, создавать очень тяжело. Очень легко сидеть и комментировать, и рассуждать. А именно брать и действовать очень тяжело. Поэтому, если у вас есть мечта, вы к ней хотите прийти, то однозначно надо брать и действовать. Другого варианта успеха нет. То есть надо просто встать с дивана и что-то делать. До речи, поступления от малого и среднего бизнеса в Гомельской области повеличились у студии не листопаде большим на 17%. Доля платежей от субъектов малого и среднего предпринимательства в агольной сумме податковых поступлений в бюджет за 11 месяцев склала омаль 450 миллионов рублей. Повеличилась и селитая и колькость предпринимательников. Зараз их у Гомельской области больше 37 тысяч. Что отыщится на прамках деятельности, то частей за все и ИП, и организации выбирать розничный и оптовый гандаль, транспортную сферу и будовництво. У целом селе та господарший комплекс в области спрацова упевнена. Усе показчики социально-экономичного развития мают становшую динамику. Наш регион володает значным промысловым потенциалом и является индустриальным лидером у республицы. Это больше 20% промысловой вытворчасти краины. Воловой региональный продукт составил в 2018 году рост 2,5%, что в основном выражении составило 11 миллиардов рублей. Основой волового регионального продукта в Гомельской области является промышленное производство, которое занимает порядка 40% волового регионального продукта. Хочу сказать, что порядка 60% промышленного производства поставлено на экспорт. На сегодняшний день в 70 стран мира поставляется продукция в Гомельской области. На сегодняшний день созданы все условия развития бизнеса на территории Гомельской области, приняты все необходимые нормативные документы, в том числе и в 2018 году. Так, с оправдой, все лето уступило силу шерах нормативно-правовых актов, которые должны поддерживать развитию экономики Беларуси. Например, указом номер 364 поширенный перолик видов рамесной деятельности и способов реализации товаров, которые створяют рамесники. А указ номер 365 продоставит больше махчимостей для развития агроэкотуризма. Будем же сподеваться, что наша экономика будет развиваться и далее. А перешкоды, которые возникали на этом шляху, застанутся в доходящем году. А набитые виды допомогут в 2019 году всем стать на приступку высшей – и в экономике, и в бизнесе, и в обычном жизни. Марина Джала, Игорь Маришинга, телерадиоакомпания «Гомель». Конец 2018 года на Гомельщине вызначился открытием широкого объектов социальной накерованости. Причем отбылись эти подеи в разных районах в области. Кто отримал символичные ключи, ведают наши корреспонденты. Этот снежинский день у лечерцев запомнится надолго. После некоторых месяцев капитальных ремонтов у центральной районной больницы открылось родильное отделение. У першиню будущих мать тут пошли принимать 16 лет тому. Однако час унес свои коррективы. А сутность належных санитарно-гигиеничных умов провела до того, что отделение пришлось закрыть. Ближайший районный роддом находился у Мазыры, на длилости 75 километров от самих лельшиц и у 150 от самой далекой везки района. В экстренных выпадках роды примали у лельшицах, але только у якости выключения. Родов по дороге не было. Если осматривал гинеколог, если была угроза, возможно, досрочной роды, либо жизни мать и ребенка, то роды принимались у нас на базе хирургического отделения. Амаль 100 тысяч рублей для ремонта у лельшицкого роддома выдатковали с областного бюджету. Такая допомога дозволила провести усе запланованные работы. Утым леку провести у парадок палаты. 23-го снежня у зну открытым роддоме перший на свет з'явилася Валерия. Яшеб раз два дни – Александрия. У семьи Ирины Журович гэтая немауля стала третьим. Причим усея и попередние дети так само народилися у лельшицах. Хотела рожать здесь, и у меня получилось, и родила, и очень рада, что здесь, дома, на месте. Открытый у Гомеля кризисный центр – первый в Беларуси. Будинок предоставил городский выканавчий комитет. Сродки для ремонта – организации спонсоры. Проект подтримали Гомельская епархия и управление Верховного комиссара по справах беженцев ААН у Беларуси. Для Беларусского общества Красного Креста подобного рода сервис, наверное, первый и уникальный, потому что это действительно собственное здание. Это предоставление тех услуг тем нуждающимся, которые сегодня, по крайней мере, могут найти крышу над головой, когда с ними случается экстраординарная ситуация. На площади у Амаль 100 квадратных метров 10 спальных мест, кухня и ванны, покой. Застаться тут могут особые беспойного места жихарства. У тем лику, которые вызвалились с места по избавлению воли. А так само замежные грамадяне, які опынулись у складанной житевой ситуации. У середням притулок предоставляется на месяц, але у некоторых выпадках гэтый период может быть продолженный до 90 дзен. Коли кризисный центр перший, то открытый у Ельску детящий дом семейного типа – 48. Их будовинство в Гомельской области почалося у 2007-м, с початку рамка державной программы «Дети Беларуси». Потом – державной инвестиционной программы. Свой уклад унесли и спонсоры. 370 тысяч рублей для открытия дома у Ельску выдатковали республиканские и областные бюджеты. Здесь более уютные, здесь более комфортные. Здесь больше детей, больше общения. Батьками-выхователями Ельского детящего дома семейного типа устали Наталья и Дмитрий Логвиновы. Теперь у их семьи 10 неполнолетних. Женщина каже, что вельми рада, что ей мара сбылась. Теперь у великой семьи и дом великий. Один, что не дозволяет выказать усе почутцы – слезы счастья. С первого дня, когда они к нам пришли, они, конечно, не знали, как меня, вы, вы. Мои дети подошли просто и сказали, да называйте вы ее мама. И все. У расчистости с нагоды открытия у Ельского детящего дома семейного типа завершаются за солодким столом. Сегодня у Гомельской области проживаются 3687 сирот и детей, которые остались без опеки батьков. Больше, как 80% из них выховываются в приемных и опекунских семьях, а также в детящих домах семейного типа. Олег Сентюров, Евгения Саевина, Вольга Коновалова, Евген Макенко, Игорь Марышенко. Телеградокомпания «Гомель». С великой любовью до малой родимы. 2018 год пройшел под знаком наведения парадку на земли, адраджения и развития городов и вёсок. 12 месяцев календарного цикла подыходить до логичного завершения. А восьмероприемств, присвеченные тому, как малая родима становилась больше пригожей и больше счастливой, с часом только набираются бороды. Мазырская семья знакомитых спортсменов Марыны и Артура Литвинчуков напереда дни новогодних святов повиншевала шмадетную семью Харитончиков под обязанностью наших мазырских коллег. У великой дружной семизни терпением чекали знакомитых гостей – покорители олимпийских вершин. Вядомые на увесь свет мазырские спортсмены Марына и Артур Литвинчук пришли повиншовать детей и батьков с надыходящим святом. Идея пришла неспонтанно. Артур Литвинчук, як гоноровый грамадянин Мазыра, таким чином вырешил поповнить огульный спец добрых справ для малой родимы. Было очень приятно поздравить эту семью с наступающим Новым годом и пожелать им всего самого наилучшего. Поздравить тебя пришли с наступающим Новым годом, пожелать вам всем здоровья крепкого, чтобы не болели, росли здоровыми, слушались маму, папу, бабушек, дедушек. Семьи худко знайшли огульную мову. Марына и Артур Литвинчук в этом годе у першыню стали батьками. Размавляли про детей и их выхование. Дмитрий Харытончик – так само профессийный спортсмен-футболист, гулял за Славиум Мазыр. А вось сфера деяности Катярыны – матярынский клопот про Ульяну, Артема и зусим маленькую бажену. Визит семьи Литвинчуков – заправданный новогодний сюрприз. Конечно, очень приятно, рады. Конечно, очень рады. Это знаменитые спортсмены. Леша у нас уже с утра прямо ждала. В окошко выглядело, говорите, а так не уже. Закономерное пытание. Ти Марать – знакомитые спортсмены об великой семье. Но дай бог, у нас пока что еще один ребенок после Олимпиады в Токио. Дай бог, может, если все хорошо, пойдем еще за одним сходим. Поэтому будем стараться догонять. На приконце встречи огольное фото на память. Дарыч обеде семьи Новый год будут отзначать в аутульной домашней атмосфере. У Асяродье только самых близких людей. Виктория Сеницкая, Вячеслав Перасыпкин, Светлана Грудько. Телеканал Мазыр. Специально для телерадиокомпании «Гомель». Шесть святочных пляцовок в разных районах областного центра будут дарить настрой хомельчанам в новогоднюю ночь. Больше масштабные мероприемства отбудутся на площади Ленина. Святочная программа с сюрпризами от Деда Мороза и Снегурки пройдет с 23 до 3 годин. Народное шоу талентов, карагод и розыгрыши призов шакают каля головной елки. Концертная площадка начнет работать с 23.00. Как всегда, мы предусматриваем и развлекательную программу, встречу с Дедом Морозом и Снегурочкой, конкурсы, развлечения. Поэтому будем рады всех видеть на площади Ленина. Для тех, кто не сможет по каким-то причинам к нам присоединиться, мы рады предложить праздничные программы во всех районах города, которые начнутся уже после боя курантов. Где-то они начнутся с половины первого, с часу и продлятся также до трех часов ночи. Для наших маленьких гомельчан мы предусмотрели программы праздничные во всех районах города и на площади Ленина первого числа. А высь приносить на свято спиртное не рекомендуется. За парадком будут сочить усмотренные нарады милиции. Что тычется инших напоев, их можно проносить стольки у пластиковых пол-литровых бутыльках. Такое потребование тлумачится мерами беспеки. В цели предупреждения конфликтной ситуации между гражданами, которые будут направляться к местам проведения массовых мероприятий и обратно, планируется увеличить плотность милицейских нарядов. Во время проведения непосредственно праздников места с наиболее массовым пребыванием граждан оградят турникетами, а пропуск будет осуществляться через контрольно-пропускные пункты с использованием ручных металлодетекторов. Это делается для того, чтобы не допустить пронос взрывоопасных предметов, взрывчатых веществ, оружия, а также ограничить приход лиц в состоянии опьянения. Еще одно строгое обмежевание течется пиротехники. Ее выкористание в местах массового находжения людей и поблизу жилых будинков категорично заборонено. Порушальникам погрожает за всем немаленький штраф до 30 базовых величин. До речи, громадский транспорт у Гомеля в новогоднюю ночь будет работать до 5 годин ранее. Уже традиционно Гарвы Конкам примает такое решение, как сделать новогодние мероприемства больше удобными для жахаров и гостей города. У ночь с 31-го снежня на 1-го студеня будут спрацовать автобусы маршрута у номера 1, 12, 18, а и 20, а так само 10-й и 20-й троллейбусы. Уручение подарунка у суместный карагод и викторына на тему безопасности дорожного руха. Напереда дни Нового года супрацовники Держаута инспекции Гомельской области сустрелись с ашмадетными семьями. На службе яны капитан и старший лейтенант милиции, а зараз Дедмороз и Снягурка. У городским центры социального обслуговывания семьи и детей супрацовники Держаута инспекции у першиню, але обязают зарабить ее наведывание регулярным. Вершие песни, уручение подарунков и суместный карагод. У сестры рая святочный настрой. Хоть только этим справа не обмяжевывается. Офицеры ДАИ проводят с детьми ясшей невеликую викторину по правилам дорожного руху. После завершения сустреча яны кажут, что такая профилактичная работа – одна из головных задач инспекции. Работа с детьми для Гомельской госавтоинспекции является, конечно, приоритетной. И сегодня мы также принимаем активное участие в поздравлении детей и родителей. С Новым Годом. Конечно же, это и профилактика детского дорожного транспортного травматизма. Ровно 61 год тому распочала свой адлик в историю Гомельского телебачения. В конце 50-х годов минулого 100 годов студия энтузиастов «Радео Аматоров» стала первой открывальницей регионального телебачения в Беларуси. В 1957 году невеликий аматорский коллектив стал основой профессийного регионального телерадеоцентра. Первого в Беларуси. В начале 80-х программы становятся коляровыми. 2000-е годы – перед розквиту компьютерных технологий. И, наконец, 2018 год стал кропкой адлику новой эпохи в истории беларусского телебачения. Державные каналы провели масштабную техничную модернизацию и перейшли навещание у HD. Телебачение высокой выразности дозволяя отримливать больше якостный малюнок и передавать прикладно в пять разу больше деталей, чем ранейший формат SD. В новом 2019 году вы не только увидите больше якостную картинку, да и эфиру рыхтуются новые проекты. Застанутся у раскладе и самые популярные программы, правда, не которые заимутеньшее место у сетцы. Что-то дневый диалог у промым эфиры зараз глядите по понеделках, а ток-шоу «Головная тема» будет выходить по серодах. Юные гомельские фигурысты представили глядачам театрализованное шоу. Во уникальном проекте приняли уделка для 70 спортсменов. Лядовых спектаклей у областным центра не бачили уже давно, но тому выступление выхованца у дитячо-юнацкой школы Олимпийского резерва номер один стало соправным новогодним подарунком для гомельчан. Накольки приемным оказался сюрприз, потекавился наш корреспондент. Дарить лядовое представление же храм областного центра – традиция, яку уже дали отродить гомельские фигурысты. Колисти театрализованное шоу на арене гомельского лядового палаца каждый год радовали глядачам на передаче дни новогодних святов. У минулых два года в работе над спектаклями поставили паузу. За этот час гомельчане поспели засумовать по эффектным постановкам. И в этом году юные спортсмены представили глядачам спектакль «Мэры Поппинц». Четыре месяца у парты и подрыхтовки подарили махчимысь гомельчанам во всей красе полюбоваться разностаенностью першоклассных техничных элементов – ластолка, петля и тулуп. Только малая доля того, чим отрымалася порадовать гостей представления. Это прекрасный вид спорта. Это вид спорта связан с искусством. И кроме спортивных достижений, кроме освоения прыжков и вращений, каждый учащийся должен обладать также актерским мастерством, уметь себя преподать на публике. Поэтому мы с большой радостью попутно с нашим учебным процессом готовим ежегодно практически новогодние спектакли. Новогодний мюзикл «Мэры Поппинс» – это великая колька из складанных перестроений и разводок. Наводне профессионалу становится сразумелым, насколько тяжкая праца была проведена юными фигурыстами. По словах специалистов, минавито такие выступления и развивают мастерство будущих спортсменов, да помогают им стать ясшо больше мощными и упэлненными. Мюзикл – это особый вид искусства, в котором сочетаются несколько направлений. И каждое из этих направлений сумели воплотить дети на льду, на коньках. То есть это особый вид искусства. И, конечно, каждый из нас, придя в этот зал роскошный, хотел получить не только картинку, но и эмоции. И накануне Нового года этот спектакль, как «Мэри Поппинс», он показал нам сказку, какой она должна быть. Такие масштабные представления безумовно поднимают настрой не только глядачам, а и самим удельникам. А гульная справа з'яднала и тренеров, и фигурыстов. Варто отзначить, организаторы зарабили все махчимое для того, как спектакль для глядачов стал еще больше запоминальным. Перед выступлением у холи Лядового палаца гостей чекали интерактивные и фотозоны, а так само гульнявая программа «Деда Мороза» и «Снягурки». Люди пришли, трибуны полные, довольные. Плюс у нас сейчас идет благотворительная акция. Мы приглашаем детей из детских домов, пригласили сюда. Мы пригласили детей с ограниченными возможностями. У нас на первом этаже инвалиды-колясочники. То есть я думаю, что это пользуется популярностью. Худка творчая команда приступит до репетиции нового лядового спектакля, назву якого поколь термают у Сакрэтия. Фигурысты пообяцали, что наступная программа будет еще больше яскравой и видовищной. Павел Мехно, Максим Савин и Евген Макеенко. Телерадиокомпания «Гомель». И на этом наш выпуск завершенный. Эфир на «Беларусь-4 Гомель» протягнет новогоднее веншаванне старшине гомельского облыва Конкама Владимира Дворника.